Прорывов, о которых много и с гордостью говорят украинцы. Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику. Ничего не остаётся. Всё, на чём они воюют и всё, что используют, это всё извне привносится. Ну так долго не навоюешь. А у нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз. И происходит дальнейший рост. Украинским подразделениям удается дойти до первой линии. Где-то не удаётся. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны. Вторая – для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Действительно, потери у них очень большие. Ну, примерно больше даже, чем 1 в 10 по сравнению с российской армией. Но по технике, значит, каждый день происходит рост утраты этой техники. Где-то сейчас, на сегодняшний день, 186 танков потеряно украинской армии. И 186, по-моему, да. 186 и 418 бронемашин различного класса. Чаще мы двери ни для кого не закрываем. Я не сомневался, что полтора миллиона уничтожены. Танки горят. Несколько танков уничтожено. Это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Так же будут гореть и Ф-16. Сомнений нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать. И где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооружённый конфликт. Многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные, долгосрочные отношения. Как бы у нас не складывались личные отношения. А что касается контактов, то у нас практически никаких контактов нет. Но мы от них не отказывались. Если есть желание с нами вести какой-то диалог, пожалуйста. Не мы же с ними не ведём диалог. Они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Но такая возможность есть. Все это понимают, таких ограничений. Мы не делаем этого. Все просто ждут, что мы начнём кнопки нажимать. Нет такой необходимости. В том, что у нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом. И всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хреном. Понимаете, как у нас о народе говорят. Значит, мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Но это как элемент именно сдерживания, чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве. Спасибо. 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 Спасибо.